Здравствуйте! Продолжаю свой рассказ о докторе Геббельсе. И сейчас начну с того, что, может, вас несколько удивит такой поворот. Но я начну именно с того места, на котором остановился. Геббельс называл себя национал-большевиком. И при всем этом был преисполнен восторженной любви к России. Которую он под влиянием Достоевского называл священной страной. Ну, вы знаете, книги можно читать по-разному. И вычитывать из них можно разные. Можно читать Либона и вычитывать, что такое толпа и как ею манипулировать. А можно вычитывать именно то, как ею манипулировать и усваивать эти методы. И потом действительно манипулировать этой толпой. И у Достоевского, ну, Геббельсу нравится, там, неточка Нежданова, там. Вообще вот эти вот страдающие, несчастные такие люди. Поскольку он и сам себя ассоциирует с ними. И, конечно, Раскольников, да, кто я там, Наполеон или тварь дрожащая. Геббельс-то мыслит себя великим вождем. Для этого надо закон нарушить. Но если Достоевский нас приводит к чему, да, что преступление и наказание. То есть преступление, в конце концов, повлечет за собой наказание. То у Геббельса это все проходит мимо ушей. Можно переступить закон. Можно, потому что я великий. И вот так он читает, значит, Достоевского. И, как я уже сказал, называет Россию по этому священной страной. Ну, рассуждения у него такие типичные, геббельсовские. Я сейчас не буду тут особенно цитировать его дневник. Ну, совсем немножко. А какие-то вещи просто скажу. Они почерпнуты из дневника. Но уже скажу все-таки своими словами. Он вот считал большевистскую систему, которая установилась в Советском Союзе, временным явлением. Он считал, что вот Россия преодолеет этот большевизм и вступит на путь идеального социализма, который будет создан новым человеком. Ну, у геббельса понять что-либо сложно, что новым человеком он никак не объясняет. Если Ницше, например, рассуждал о сверхчеловеке, то у Ницше можно понять, что он видит и представляет под этим сверхчеловеком. У геббельса ничего подобного. Новым человеком и все. Вот этот новый человек будет создан. А социализм будет идеальным. Что значит идеальным? Опять непонятно. И вот это событие, дальше рассуждает геббельс, должно произойти в тесном взаимодействии с Германией. Возможно, в условиях военного противостояния. То есть не то, чтобы русские подружатся с немцами. Нет. Военное противостояние будет по геббельсу. Но это будет война не за ту или иную власть, которая установлена в Советском Союзе, соответственно, и в Германии, а, опять, за последнюю форму существования. Ну, все-таки приведу стату, потому что я могу без конца выдергивать такие маленькие кусочки, а мне хочется, чтобы вы все-таки увидели чуть-чуть побольше. С востока идет идея новой государственности, индивидуальной связи и ответственной дисциплины перед государством. Национальная общность – единственная возможность социального равенства. В России разрешение европейского вопроса. Это цитата. Видите, внизу я пришел, откуда я ее почерпнул. То есть, дисциплина перед государством. То есть, для геббельса не стоит вопрос, что выше – личность или государство. Конечно, государство. Личность можно принести в жертву во имя каких-то государственных интересов, государственных целей. А общность достигается за счет чего? Это вот национальность, одна национальность. Никаких инородцев, ничего. То есть, вот стерильность в этом отношении должна быть полнейшая. Ну и Россия – это разрешение европейского вопроса. Это типичный геббельс, поскольку эту фразу, ну, читайте как хотите. Лично я ее перечитал несколько раз и ничего не понял, что он имеет там в виду. Как Россия разрешит европейский вопрос. Но в результате знакомства, общения с Гитлером, с которым, значит, он знакомится в 1925 году, эта тема постепенно исчезает из его статей, из его дневников и так далее. То есть, все, и в дневнике он больше ничего про Россию не пишет. Ну, и статьи, я уже говорил, он себя мыслил публицистом. И, главное, появился орган, который готов его печатать. И, значит, там появляются его статьи, но тоже Россию он не упоминает. Но, с другой стороны, значит, сойдясь поближе с Гитлером, там несколько вещей ему очень понравилось. Ну, во-первых, когда, значит, Гитлер назвал социализм еврейским творением, это ладно. Но Гитлер при этом заявил, что не будет никакой экспроприации частной собственности. Национал-социалистическим правительством. Видите, о чем они уже говорят. Гитлер уже видит во главе Германии, вот, национал-социалистическое правительство. А экспроприации частной собственности не будет. А Гебельс-то рабочий, да, и он сам, не бераша за душой. То есть, он смотрел на эту частную собственность. Он присвоить ее надо, поделить, помните, как у Булгакова, да. То есть, вот как рассуждал Гебельс. А вот Гитлер вдруг говорит, нет, не будет. И Гебельс, значит, в своем дневнике запишет. Величайшее разочарование моей жизни. Я не могу больше беспредельно верить в Гитлера. То есть, вот этим своим заявлением Гитлер, поверк его, просто ужас. Ну, тут надо еще сказать пару слов. Дело в том, что Гитлер это правое крыло, национал-социалистической партии. А было у нее еще и левое. Были так называемые братья Штрасса. Которые, ну, тоже были национал-социалистами. И тоже все-все-все совпадало с тем, о чем мечтал Гитлер, о чем потом станет мечтать Гебельс. Но было одно небольшое отличие. Они считали, что надо придерживаться законов. То есть, вот есть какие-то законы. Надо следовать этим законам, соблюдать их. Да, когда мы придем к власти, мы будем учреждать свои правильные законы. А сейчас, вот мы вынуждены действовать в такой обстановке. Существует эта самая Веймарская республика. У нее свои законы. Их нельзя нарушать. Так вот, на самом деле, это так Штрассеры эти рассуждали. А вот Гитлер пытался воспользоваться на любой абсолютной возможностью, чтобы перетянуть, во-первых, Гебельса на свою сторону. И внушить ему, что ничего подобного, что как раз законы соблюдать, ну, совершенно не обязательно. Если мы не принимаем эту страну, если это Веймарская республика, это ужас, это плохо, мы это все отрицаем, то и законы ее туда же, как говорится, можно бросить в сторону. А вот Гебельс метался, понимаете. То есть, он одно время к этим Штрассерам обращался, и там у них что-то печатал. Одно время, значит, как я уже сказал, на правый лагерь, и вот Гитлер заметил в нем вот какую-то изюминку. Ну, похожи они на самом деле. Потому что Гебельс точно такой же фанатик, но только если Гитлер фанатик уже выношенной идеи, то Гебельс эту идею еще ищет. Ну, может, одна идея подвернется, может, другая, но готовность стать фанатиком идеи у него уже присутствует в полной мере. И вот Гитлер уловил все эти слабости Гебельса, и вот он разыгрывает такую сцену. Гитлер умел делать такие постановки. Он, значит, приглашает Гебельса на обед, и, значит, где вот он подтверждает ту руководящую роль в Руре, ну, в Рурской области, какую играет Гебельс со своими литературными и прочими происками. И там же он так ему мягко говорит, что прощает ему его идеологический уклон влево, поскольку надо идти вправо. Но Гебельсу больше всего понравилось даже не это. А то, что когда он приехал вот к Гитлеру, то его встретил, значит, лимузин черный, на котором ездил Гитлер. Вот этот лимузин отвез его в дом, где состоялась эта встреча, и там так приветствовали все Гебельса. То есть дали ему почувствовать, что он не пустышка, что он что-то. И тут же появляется другая запись в дневнике. Я люблю его, он все продумал. То есть вот Гитлер знает, что надо делать. А помните, Гебельс, кто я, что я, зачем я? То есть свет должен прийти, озарение должно что-то такое, ну, с неба свалиться. И вот свалилось такое чудо. Адольф Гитлер, и с этой минуты Гебельс становится, ну, просто тенью фюрера. Ну, видите, я говорю фюрера, на данный момент Гитлер пока еще фюрером не стал, но впоследствии станет. А вот о том, что можно нарушать законы, я не случайно сказал до этого. Это Гебельс очень здорово усвоил. И он начинает бороться с коммунистами, которым сначала вроде бы даже симпатизировал. И бороться очень интересным способом. Он начинает во всем их копировать. Вот копировать как бы и передразнивать. То есть он даже вот берет их лозунги, там изменяет пару слов. Или, скажем, вот коллективизм коммунистический, да, вот эти вот все методы общения, работы. Все-все он заимствует у них. И даже вот свои штурмовые отряды, которые, значит, он создает, ну, создает не он, но принимает участие в их создании, значит, он тоже вот реорганизует на такой вот манер, на союз красных фронтовиков. Ну, Радфронт по-немецки, потом и в русский язык это слово вошло. Но на самом деле это переводилось так. То есть вот коммунисты образовывали вот этот союз красных фронтовиков. И вот Гебельс свои штурмовые отряды тоже начинает строить вот по тому же принципу. Те же шествия, те же демонстрации по городу и прочее. То есть вот коммунистическая партия во многом для Гебельса была вот моделью, с которой он вот все копирует, при всем том, сознавая, что это его, ну, самые заглятые враги. И это тоже он усваивает у коммунистов, что надо бороться за улицы. Гебельс потом прям скажет, что интеллигенция это вообще шваль, на них даже и время терять не стоит, обращаться к интеллигенции там и так далее. Бороться надо за улицу. А почему за улицу? Ну, ведь улица это именно толпа. И вот именно толпа должна пойти за тобой. И если ты сумеешь повести за собой толпу, ну, ты король, ты сможешь добиться всего, чего ты хочешь. А коммунисты тоже, они тоже устраивают демонстрации, тоже там кто-то забирается на какой-нибудь ящик, там трибуну произносит какую-то речь. И Гебельс все это в точности копирует, тоже будет забираться на ящики, тоже будет толкать речи. А когда эти две демонстрации идут по улицам, происходит столкновение. И эти столкновения порой, ну, такой даже кровавый характер принимали. То есть, так вот они дрались друг к другу. И вот эти провокации, а Гебельс все время придумывает разные способы, как задеть коммунистов, как что-то такое, привели, в общем, в конце концов к тому, что 5 мая 1927 года берлинский полицай-президент, ну, была такая должность, ну, главный полицейский города Берлина, запретил деятельность НСДРП, то есть запретил деятельность этой партии. Ну, раз на улице выходить нельзя, раз ничего делать нельзя, испугался Гебельс, и он, значит, опять возвращается к литературной деятельности. Он и до этого ее не оставлял, ну, как-то она была сбоку, а тут, ну, что. И, значит, снова принимается за свой роман Михаэль, который, значит, снова пытается уже в новом варианте издать. Ну, сейчас давайте побоку оставлю этого Михаэля. Он пишет или завершает пьесу «Странник». Ну, эту пьесу, на самом деле, кусочек из этого романа, переделаны немного и прочее. И не просто он, значит, пишет эту пьесу, он ее ставит в Берлину, под мостом какого-то театра. Ну, актеров он найти не мог, он безработных актеров созвал, которым можно было там гроши какие-то заплатить, они были согласны играть за что угодно. И, короче говоря, поставил эту пьесу, и дальше состоялась премьера. Вот я себе даже дату выписал 6 ноября 1927 года. А Геббельс в это время уже издавал газетку под названием «Дер Ангриф». Ну, а так, она издавалась не собственностью Геббельса была, но он там занимал весьма важные позиции, мог диктовать ей свои условия. Так вот, кроме этой газеты, этой «Атаки» или этого «Ангрифа», все абсолютно другие газеты обругали пьесу. То есть, просто, ну, всякие там вещи писали, то есть, ну, не пользовалась она успехом, так мягко скажем. А тем не менее, значит, к 30-му году накал борьбы между национал-социалистами и коммунистами значительно усилился. И, значит, 23 февраля 30-го года в результате огнестрельного ранения скончался 23-летний штурмовик и сын священника Хорст Лесси. 23 февраля 1930-го года. Какая дата? Вот, ну, до перестрелки дело дошло. Кто там стрелял, что, никого не нашли, непонятно. Но, тем не менее, значит, он получил ранение в голову, умер. Этот самый Хорст Лесси, а Гиббельс, естественно, должен был воспользоваться. Ну, как так? И, значит, он разыгрывает эту карту в политических целях и создает из этого Хорста Лесси до такого национального мученика, национал-социалистического мученика. И Марш. Дело в том, что этот Лесси писал стихи, и вот он написал такое стихотворение под названием «Поднимем флаг». «Ди фан и хох». Ну, «Поднимем флаг» по-русски. И это стихотворение, его кладут на музыку, и вообще оно превращается в гимн своего рода. Гимн, вот, МСД АП. И теперь он называется уже не просто гимном, а песней Хорста Весси. Существует перевод на русский язык. Я несколько из них разыскал. Но я подумал, что поэты все-таки трудились над переводами. А я решил, что я вам лучше продемонстрирую не поэтический перевод, а дословный. Вот как написано на немецком, так я перевел на русский. А лучше что получилось, то получилось. Поэтому рифмы не будет, Но смысл этого шедевра, я думаю, вы сможете оценить. Знамя ввысь. Ряды сомфнуты плотно. Штурмовые артряды маршируют спокойно, уверенным шагом. Товарищи, которых застрелили Родфронт и эрекционеры, Незримо маршируют в наших рядах. Освободите дорогу коричневым батальонам. Освободите дорогу штурмовым отрядам. Уже глядят на свастику полны надежды и миллионы. Начинается день для свободы и хлеба. Последний раз протрубят сигнал сбора. К борьбе мы все уже готовы. Скоро знамена Гитлера будут развиваться над всеми улицами. Неволе осталось длиться лишь короткое время. Вот такое стихотворение, такой марш. Знамена будут развиваться. Все уже глядят на свастику. Тут прихода Гитлера. Ведь дождутся. А дальше Великая депрессия. Ну, она прокатилась не только по Германии, а по всему западному миру. И Германия, которая, в общем, жила очень и очень бедно. Я имею ввиду эту Веймарскую республику. После, как я уже говорил, Первой мировой войны. Ее эта депрессия коснулась невероятно. И просто беспрецедентно огромное количество людей осталось без работы. И это стремительное ухудшение экономической ситуации привело к отставке 27 марта 30-го года коалиционного правительства. Ну, было в Германии такое правительство, куда входило много разных партий. Оно было сформировано в 28-м году. И вот, видите, в 30-м из-за того, что произошло, оно распалось. И был создан новый кабинет. А президент страны, Пауэль фон Гинденборг, он начал, пользуясь правами президента, издал ряд чрезвычайных указов. Ну, эти указы потом очень сильно повлияли на то, что произошло дальше. И вот Гиббельс возглавил предвыборную кампанию национал-социализма. Ну, я сказал, что распалось коалиционное правительство. С одной стороны, с другой стороны указы вот этого Пауэля фон Гинденборга. И, значит, выборы должны новые состояться. И тут Гиббельс Гитлеру поручает. И Гиббельс из кожи вон лезет, чтобы, значит, кампания такая была за национал-социалистов. И проходят 14 сентября 30-го года эти самые выборы Ристак. Гитлер в своих речах возлагал вину за экономическую ситуацию вот на эту самую Веймарскую республику, осуждая соблюдение ей условий Версальского мира. Ну, два слова буквально. После поражения Германии, когда была создана эта Веймарская республика, то западные союзники, ну, вы помните Россию, 17-й год, революция, она вышла из войны с Германией. Поэтому навязывали эти условия, вот Россия совершенно ни при чем. В основном это были Британия и Франция. Так вот, навязали условия, ну, действительно невероятные совершенно, огромные репарации. Запрет иметь там промышленность военную, запрет иметь армию там больше какой-то определенной численности. Масса совершенно ограничений. И вот особенно, конечно, били по немцам это репарации, которые приходилось выплачивать. Там вообще доходила инфляция была такой невероятной, даже передать невозможно. То есть, ну, там зарплаты измерялись уже не миллионами марок, не миллиардами, а триллионами. И вообще там в мешках уже эти деньги выдавали. И доходило до того, что людям на работе платили не два раза в неделю, а два раза в день. Потому что утром и вечером один и тот же товар в магазине стоил уже другую цену. Поэтому, получив эти бумажки, надо было бежать в магазин и быстро что-то такое купить. Ну, в общем, ситуация действительно страшная, невозможная, трудная. И вот Гитлер пользуется этим, что вот Вемерская республика во всем виновата. Виноват Версальский мир, и что вот если мы придем к власти, то все это мы похерим. Не будем никаких репараций платить этот Версальский мир, в гробу его видели и так далее. То есть, вот так строит свое выступление, значит, Гитлер. И он, значит, призывает, опять же, Гитлер. Ну, я все равно говорю, Гитлер, Гитлер. Гебельс ему подпевает, но в данном случае идеи-то гитлеровские все-таки. То есть, вот создать в Германии новое общество, построенное на расовом и национальном единстве. Ну, у Гитлера еще и Майнкапф, и раньше эта идея сидела. То есть, вот эта национальная расовая теория его добивалась совершенно. И он был убежден, что если вот он добьется, ему удастся построить общество расовое, чистое, с его точки зрения. Ну, а арийцы, они выше всех, лучше всех, об этом даже говорить нечего. Так вот, если будет такое чистое общество, то и равенство будет, и прочее, и прочее. Помните, я в предыдущем видео сказал, что Гебельса испугала вот это заявление Гитлера о том, что он против того, чтобы вот у богатеев отбирали их имущество, их латифонди, их там имения и так далее. Но Гитлер уже тогда это высказывал, а тут он напрямую это озвучивает. Нет, он ни у кого ничего не будет вбирать, богатые останутся богатыми, мы двигаемся на восток. Там огромные территории, и все получат все, что им надо. То есть, вот его концепция. Ну, и Гебельс тут ему подпевает, как только умеет. И, в общем-то, кампанию, вот эту предвыборную Гебельс провел, ну, просто блестяще, ну, что тут можно сказать. То есть, он сумел выйти на улицу, сумел увлечь толпу, толпа поверила ему, и они получают 6,5 миллионов голосов. То есть, это 107 мест вот в парламенте. Ну, это все равно не большинство, там, в парламенте больше, это второе место. То есть, вторая по величине партия в этом парламенте. И дальше Гебельс уже расходится, то есть, он должен делать какие-то большие вещи. И вот в декабре 30-го года он организует акции протеста, опять же, эти факельные шествия и все такое, «Против антивоенного фильма на Западном фронте без перемен». Ну, то, что этот фильм снят по Ремарку, вы уже по названию догадались, это действительно была экранизация Ремарка. Ну, 30-й год, можете представить, что это был за фильм, как он выглядел. Кстати, его можно разыскать в интернете и посмотреть. Но дело-то не в этом, а дело в том, что вот он добивается, Гебельс, что фильм «Цензура» запрещает к показу за нанесение ущерба престижу Германии. То есть, вот оказывается. Оказывается, то, о чем писал Ремарк и о чем авторы фильма пытались рассказать, это нанесение ущерба. То есть, еще пока прямо не говорится, что та новая Германия, какая она будет под руководством Гитлера, и при агитации Гебельса, Германия, которая развяжет Вторую мировую войну, о войне пока не говорится, но фильм «Пацифистки», фильм «Против войны» показывать нельзя. Ну, и сейчас я обращусь к теме, которая, может, кого-то удивит, Гебельс и женщины. Ну, у каждого мужчины в жизни есть женщины. В общем-то, вроде бы ничего удивительного, и у Гебельса они должны быть. Но тут придется опять обратиться к его дневниковым записям, которые я сейчас, видите, отмотаю время назад и обращусь к юности, к студенческим годам, поскольку это параллельно все у него шло. Ну, сейчас такая, значит, будет у меня сборник, что ли, цитат маленьких. Я их сгруппировал вместе, и я их почерпнул в своем большинстве, вот из-за книжки Елены Ржевской. Смутное томление. Проснулся Эрос. Уже мальчиком вульгарно просвещен. Я люблю женщину почти безумно. Борьба с полом. Думал, что болен. До сих пор не совсем преодолено. Я впервые поцеловал ее грудь. Лене. Ночь с ней в Райндалене. На Софе. Я чувствую себя мужчиной. Разрыв с Леной. Люблю Агнес. Холодный поцелуй на Софе. Лизель любит меня, а я люблю Агнес. Агнес в Бонне. Ночь с ней в комнате Хасана. Я целую ее грудь. Лизель в Бонне. Ночь с ней в комнате Хасана. Я пощадил ее. Она бесконечно добра ко мне. Я понимаю, что это Мишанина. Но молодой парень. Видите. Эрос одолевает его. Ну, тут прям за кадром. И мастурбации вылезают, которыми он, несомненно, занимался. Ну, о чем все-таки напрямую в дневнике не пишет. Видите. Пишет. Думал, что он болен. Ну, и до сих пор не совсем преодолено это. И вот, ну, провел время с женщиной. Я поцеловал ее в грудь. Как ему важно себя почувствовать мужчиной, да? Ну, и видите, перечисление имен. Ну, на самом деле тут не все имена. Их значительно больше. Тут надо добавить еще одно. Что отнюдь не все, что здесь написано. Надо вот принимать, что так оно действительно и было. Я не удивлюсь, что из половины того, что он здесь написал, просто придумал. Для Геббельса это было совершенно нормально. Ну, представьте себе, такой тщедушный, некрасивый, маленький. Ну, ну, не повезло от судьбы. И вот, тем не менее, вот он из кожи вон лезет, чтобы уверить себя, что у него есть какое-то сходство с Шиллером, например. Ну, вот я вам показываю портрет Шиллера, чтобы вы взглянули. Ну, а рядом могу показать еще раз, хотя показывал уже портрет Геббельса. И такое могло явиться только, ну, вот в каких-то самовлюбленных фантазиях. А ведь в народе, даже когда он возвысился и стал занимать высокие посты в иерархии уже, вот, национал-социалистической партии, то в народе его называли сморчок. И, в общем, так действительно очень походил на этот сморчок. И вот одновременно вот такой нарциссизм, который в нем останется до конца, до последних дней его жизни. Ну, вот некоторые историки, я назову двух, вот Ричард Эванс и еще вот Роджер Мэнсвилл, они предполагали, что его постоянная увлеченность слабым полом могла служить компенсацией физической неполноценности. Ну, они предполагали чистый Фрейд на самом деле. То есть, это, конечно, сублимация, то есть попытка вытеснить одним другое. Ну, я сейчас на Фрейда отвлекаться не буду, но, кстати, тот же Эванс и тот же Мэнвилл на Фрейда ссылаются. Ну, это оставлю в стороне. А вот интересная вещь. То есть, уже позже, когда можно было не только следить за тем, что он пишет в своем дневнике, а просто люди видели, как это, что происходит, то действительно получалось так, что он влюбляется в какую-то женщину и буквально там проходит какое-то очень короткое время, но уже влюбляется в другую. То есть, эта страсть у него, ну, длилась невероятно мало. Вот, одной из своих возлюбленных, Анки, была такая, Геббельс подарил томик своего любимого поэта Гейми. Видите, поэзию любил Гейми. В общем, а это ведь книга, которая будет гореть в первом же вот кострах, который станет потом разводить на улицах, ну, фашистующая молодежь, там, и Геббельс, естественно, в том числе. Когда он станет вот министром пропаганды и просвещения, то он будет даже речи произносить на фоне этих костров. А ведь Гейми предвидел все это, предвидел, провидел, ну, вот даже и строки такие есть. Кто сжигает книги, когда-нибудь будет сжигать людей. Это Генрих Гейми. Так вот, видите, одной из своих возлюбленных, он вот подарил томик Гейми. То есть, понимаете, вот вроде бы влюблен во что-то, но в данном случае это поэт, не женщина. Ну, поменять все это, повернуть на 180 градусов ничего не стоит. Симпатизировал коммунистам, сделал их своими злейшими врагами. Вот влюбляется в женщину, оказывается, что у нее там мама еврейка, все, любовь кончилась. Или вот с этой же самой Анки, точно тоже произойдет. И вообще вот эта перспектива длительных романтических связей, ну, беспокоила его всю жизнь. И беспокоила именно потому, что для него куда важнее была карьера. То есть, вот, может состояться вождем, а женщина это что-то такое, мимо. И если связь долгая и крепкая, то она, по мысли ее Геббельса, будет мешать вот этому возвышению. И это у него будет тянуться и тянуться. Ну, дело в том, что вот в 30-м году он, значит, знакомится с Магдой Кван. Это его будущая жена. И она в разводе, она была до этого женой, там, какого-то крупного промышленника, неважно. То есть, в общем, вот жена, бывшая жена промышленника, влюбляется в нее Геббельс 19 декабря 31 года. Видите, в 30-м познакомился, в 31-м уже женится, то есть, они вступают в брак. И, значит, Гитлер был один из двух свидетелей на этом бракосочетании. Так вот эту свою Магду, сколько он ей изменял, сколько он ее бросал, чего только не было. И Гитлер, Гитлер их мирил. То есть, он объяснял Геббельсу, что вот нельзя. И они сохраняли этот формальный брак, хотя эта Магда тоже налево ходила. Ну, не хочу во все это погружаться, я просто потому, что вот как строились эти отношения. При всем том, ведь, нарожали шесть детей, да? То есть, ну, вот так оно все. А сейчас давайте попрощаемся, до свидания. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok